Добрый вечер! На канале БукТВ большие итоговые новости в студии Виктория Нечаева. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра. Коротко о главном. 16-17 мая в Бресте прошли мероприятия с участием постоянных полномочных представителей стран Содружества и руководства исполнительного комитета СНГ. В рамках визита состоялись встречи с руководством области и города. Также был проведен тематический семинар «Межкультурный диалог на пространстве СНГ» в рамках реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества». Секреты счастья и удачи семьи «Котик» в Бресте состоялся областной этап республиканского конкурса «Семья года». Уверенная победа и право представлять Брещену в финале единогласно присвоено семье «Котик». Караваны-стафеты «Огня пламя мира» первым в Беларуси принял Брест. Факелоносцу «Белой молнии» нашей страны Юлии Нестеренко выпала честь первой пронести зажженные факелы-стафеты вторых европейских игр. Об этом и не только, а прямо сейчас. Взаимодействие между Брестской областью и странами Содружества набирает обороты. Одно из главных направлений делового сотрудничества – межрегиональное. Сегодня у Брещена заключены соглашения о сотрудничестве с 25 регионами России, двумя Казахстана и по одному Армении и Молдовы. В настоящее время прорабатывается вопрос подписания соглашений с регионами Узбекистана и Кыргызстана. Между тем, внешний торговый оборот между Брестской областью и странами Содружества за прошлый год составил более 2,5 миллиардов долларов. Кроме экономических, хорошо налажены и культурные связи. Со статусом культурной столицы СНГ Брест справляется успешно. Об этом и не только говорили накануне на выездном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества независимых государств. Сегодня на каждом шагу афиши о выступлении именитых артистов или известных коллективов. Культурная жизнь Брестской области кипит. Проходят встречи разного масштаба. Регулярно проводятся международные фестивали и проекты. Белая вежа, январские музыкальные вечера, военно-историческая реконструкция, защита Брестской крепости и многие другие. В каждом из них принимают участие гости или, как хочется назвать, наши друзья из государств Содружества. Уровень того, как Брест справляется со статусом культурной столицы, оценили в Усполнительном комитете СНГ. Справляется успешно. Но прошло всего лишь пять месяцев. Впереди еще до конца года много времени. И мы сегодня услышали из уст руководителей города Бреста и Брестской области о том, что планируется еще очень много. Руководство области планирует пригласить представителей стран Сангена празднование тысячелетия Бреста. Мы, конечно же, с благодарностью воспримем эти приглашения и не откажем в приезде. Постараемся обязательно приехать и разделить радость вместе с жителями Бреста и Брестской области. С почетными гостями из России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана встретился заместитель председателя Брестского облсполкома Андрей Клец, председатель Брестского областного совета депутатов Юрий Наркевич и председатель Брестского облсполкома Александр Рогачук. Разговор вышел конструктивно и по существу. Первостепенно задача сохранить общность народов и их дружбу. Ведь только сообща можно решить многие проблемы в экономике, культуре, сфере обеспечения национальной безопасности государств. Вместе легче противостоять попыткам фальсификации истории. В наших государствах единый подход о важности сохранения исторической памяти и, соответственно, воспитательной работы среди подрастающего поколения. И вот даже сейчас мы тоже в преддверии празднования 75-летия освобождения Беларуси, 75-летия Победы, которую мы будем в следующем году отмечать. Предстоят большие проведения крупных мероприятий. Мы уже заранее начали готовиться в рамках содружества, я имею в виду, готовиться к этой годовщине. Вообще площадкой для диалога «Город над Богом» был выбран не случайно. Брест и не только административный центр Брещена, но и западные ворота Белоруссии и всего Содружества независимых государств. А еще он был и остается символом стойкости, мужества и героизма народов стран Содружества. Об этом свидетельствуют фамилии погибших при защите Брестской крепости. И я, и мои коллеги, послы стран Содружества, которые приехали сегодня в Брест, культурную столицу СНГ в 2019 году, тоже говорили сегодня о том, что они находили среди фамилий погибших при защите Брестской крепости своих земляков, которые пали смертью храбрых на защите нашей общей Родины. Второй рабочий день заседания Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества независимых государств, получился не менее насыщенным на встречи и конструктивные предложения. Площадкой проведения мероприятий стал Брестский государственный университет имени Пушкина. Здесь уполномоченные представители государств, участников СНГ, обсудили перспективы развития объединения, а также определили основные позиции, в рамках которых будет выстраиваться работа исполкома Содружества в ближайшие несколько лет. Что ждет страны-участницы уже совсем скоро? Какие направления деятельности были выбраны в качестве приоритетных? И в чем видят будущее СНГ и его участники? Главные тезисы насыщенного рабочего дня в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Второй рабочий день представители исполнительного комитета СНГ начали с большого семинара по вопросам межкультурного диалога. В качестве площадки проведения встреч Брестский государственный университет имени Пушкина был выбран не случайно. Сегодня вуз имеет интернациональное лицо. Здесь получают высшее образование, в том числе и студенты из-за рубежа. Наибольшее представительство у ребят из стран СНГ. Конечно же, тема развития духовной общности и единства была одной из центральных большой дискуссий. И это не случайно, ведь заседание принимает культурная столица Содружества. Город Брест – один из самых узнаваемых городов на постсоветском пространстве. Не сомневаюсь, что город Брест своим социально-экономическим развитием будет рецептворять, в том числе и развитие СНГ. Готовый дальше Сергей Николаевич предоставлять эту площадку, городскую площадку, священной Брестской земли для других мероприятий в формате СНГ. Культурная столица Содружества в 2019-м, Белорусский Брест, живет ярко и насыщенно. Ежегодно здесь проходят тысячи мероприятий. В областном центре немало уникальных интересных объектов и учреждений, аналогов которым нет на всем постсоветском пространстве. Первооснову, фундамент культурной жизни нашего города создают Брестские музеи. Фонды областного краеведческого музея насчитывают 160 тысяч единиц хранения. Многие экспонаты из них просто уникальны. В музее спасенные художественные ценности представлены предметы антиквариата и произведения искусства, конфискованные брестскими таможенниками при попытке их незаконного вывоза за границу. Сегодня это единственный музей на территории Содружества подобного рода. В южной казарме Брестской крепости размещен художественный музей. Образование, наука, культура и искусство – то, что лежит в основе тесных взаимоотношений государства СНГ сегодня. Но для эффективного развития этого было бы недостаточно. Вот уже 27 лет страны Содружества уверены участникам мирового рынка, которые не только следуют тенденциям, но и сами их задают. Экономическое сотрудничество – это материальная составляющая нашего взаимодействия. На втором месте – гуманитарное сотрудничество – это духовная составляющая. И третье направление сотрудничества – это обеспечение безопасности и взаимодействия в политической сфере. На уровне Министерства иностранных дел, силовых структур, правоохранительных органов – это очень важно. И я с удовлетворением хочу сказать, что это взаимодействие достаточно эффективное. Территориальная близость дает странам-участницам СНГ смотреть по-иному на вопросы существования в современном мире. Этим соседством нужно грамотно пользоваться, уверен Сергей Лебедев. Слово «братские народы» остается актуальным и в сегодняшний день. Мы соседи, Бог определил нам на земле место жительства, место пребывания рядом друг с другом. И, конечно, те, кто разумно мыслит, те отлично понимают, что с соседями надо дружить. Торжественным моментом мероприятия стало награждение мэра города Александра Рогачука дипломом за особый вклад в развитие сотрудничества и отношений в рамках СНГ. Семинар получился многовекторным. Разные точки зрения, разные методы реализации, но общая цель – сохранить незыблемыми дружбу и согласие между народами. И такие встречи в культурной столице СНГ – еще один повод задуматься о важном и высоком, а также прикоснуться к нему в масштабе города. Я первый раз в Бресте. Да, по жизни я дипломат и много, весь мир поехал, весь мир. В Минске был дважды там с министром на переговорах, но в Бресте первый раз мне очень нравится. Красивый, симпатичный, современный, климат хороший. Ну, все. Ну, вы сами знаете, что Белоруссия очень толерантная, приятная, спокойная страна. Я москвич, и, конечно, это совершенно другой стиль, ритм жизни. Мне нравится. Проведение такого серьезного форума, оно комплиментарно для нашего города, наполняет статус культурной столицы СНГ реальными мероприятиями. И по эмоциям, по впечатлениям гостей видно, что город Брест им тоже очень понравился. И я почему-то не сомневаюсь, в дальнейшем наш город может стать такой хорошей площадкой для проведения мероприятий в формате СНГ. Это тоже привлекательность, это узнаваемость города, то есть воспринимать это мероприятие надо с разных ипостасей. Поэтому узнаваемость города – залог его успешного развития. Семинар мероприятия широкой аудитории с полемикой и обсуждениями. Далее по программе – само заседание Совета постоянных полномочных представителей государств, участников Содружества, приуставных и других органах. В 2019-х в программе идет с грифом «Год книги». Как сделать хорошую литературу более доступной, какие выставки и презентации примут в государствах уже совсем скоро, обсуждение – детальное и последовательное. Книга была и остается источником знаний. Начиная с самых молодых лет, начиная с первого букваря, книги сопровождают нас, позволяют разобраться в трудных вопросах, решать важнейшие жизненные проблемы. Книга открывает нам окно в новый неизведанный мир. Книга, художественная литература, позволяет совершать удивительные путешествия, где мы переживаем вместе с героями, радуемся их счастью, страдаем вместе с ними и ждем благополучного конца. Научная литература, книги по физике, химии, биологии и другим наукам становятся нашими справочниками на многие годы. Историческая книга не только хранит информацию о прошлом, о наших предках, войнах, восстаниях, она позволяет посмотреть на нас стоящее с высоты прошлых лет. Книги – это один из источников правдивой информации о войне, памяти которой продолжает объединять народы, входившие в те годы в состав Советского Союза. Молчаливые, мы помним, у вечного огня священные цитадели и цветы у подножия монументов погибших соотечественников символизируют то, что события трагических сороковых не забыты. А пока есть те, кто помнит уроки войны, такое не повторится. Честно говоря, вот ощущение такое, и с одной стороны есть и гордость за тех, которые смогли всему миру показать, что как можно любить свою родину. А с другой стороны, гордость за то, что не сбывшиеся мечты, прерванные жизни, вот за них вот это двойное ощущение. Но главное ощущение – это то, что это героизм наших граждан. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдвард Букуноч, Антон Луговкин. Итоги недели. Вы смотрите Большие субботние новости на БУК-ТВ. Говорим о главном. Эта неделя для Бреста получилась по-настоящему насыщенной. Не менее знаковым событием стало открытие движения на Кобринском путепроводе. Масштабная реконструкция проходила без полного закрытия движения через мост, поэтому работа строителей была достаточно непростой. И вот движение по путепроводу открыто. Да, работа вокруг моста еще продолжается, но это больше эстетическая сторона вопроса. В чем уникальность обновленного объекта и насколько многофункциональным он станет совсем скоро? Узнаем из материала Анастасии Ноздрин-Плотницкой. На часах почти 5 утра дорожники в спешном порядке убирают знаки, а это значит, что совсем немного осталось до грандиозного для нашего города события. Совсем скоро на Кобринском путепроводе будет открыто движение. 5 часов утра, 15 мая. Этот день войдет в летопись тысячелетнего Бреста, когда-то вводу в работу после масштабной реконструкции Кобринского путепровода. Три полосы в двух направлениях. Вот новый формат перемещения по маршруту Центр-Восток. Удалось благодаря ответственному подходу всем, кто участвовал в этом процессе. Прежде всего хочу отметить тех, кто выполнял эти работы. Это дорожные рабочие, мостовые рабочие, механизаторы, линейные инженерно-технические работники и все, кто были сопричастен. Не было ни одной проблемы, которая бы здесь не решалась, не решалась бы сообща. И благодаря этому балансированному, ответственному подходу каждого, кто работал на этом объекте, у нас получилось все. На протяжении всего периода реконструкции мы рассказывали вам о каждом из этапов модернизации путепровода. Работа была действительно непростой. И при полном закрытии движения она бы проходила намного быстрее. Но допустить такого администрации города просто не могла. Поэтому перемещение ограничили частично. А также провели комплексную реконструкцию так называемых объездных путей. Например, через набережную. Не просто пришлось строителям, но то, что получилось на выходе, достойно уважения. Красивая конструкция, которая прошла все тесты на прочность, дополняет образ нового моста светодиодные фонари, рекламное табло, ограничители, отделяющие пешеходные и автомобильные зоны. Сделали все замечательно. Большое спасибо администрации города за такой подарок к тысячелетию нашего города Бреста. Надеемся, что в будущем такие подарки будут радовать нас, как водителей и как жителей города Бреста. Благодаря масштабной реконструкции Кобринский путепровод стал не только больше, но и многофункциональнее. Для пешеходов оборудуют специальный подземный переход. Появятся парковки и зеленая зона. Уже открыты развязки с выездом на улицу Краснознаменную и Нефтяную. Завершить благоустройство строители планируют в течение месяца. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Учитель. Эта профессия считается не только самой уважаемой, но и самой ответственной. Требует терпения, самоотдачи и, конечно же, высокого профессионального уровня. Для областного центра стало традиционным проводить мероприятия, направленные на поддержку и выявление лучших специалистов в сфере образования. Одно из таких – конкурс «Молодой учитель Брещины». С 8 по 26 апреля молодые педагоги состязались в конкурсных испытаниях, которые включали три этапа. За звание лучшего педагога соревновался 21 конкурсант. А кто удостоился самого высокого титула, звания победителя, расскажет Юлия Селюк. Для Ольги Дейнека, молодого преподавателя белорусского языка и литературы средней школы номер 13 города Бреста, каждый проведенный урок – это частичка ее души, а для учеников – увлекательное и познавательное путешествие по волнам знаний. Она – активная, инициативная, творческая личность, которая умеет найти подход к каждому ребенку, заинтересовать всех без исключения и привить любовь к своему предмету. Моцный выховавший потенциал – это, может быть, и фишка сегодняшних уроков, так, белорусской мовы, мне сдаётся. Ну и так само я лечу, что межпродметные совести, которые можно выкористать на уроках белорусской мовы и литературы, это так само некий рухноперок. Чему? Потому что мова не повинна быть отделена от нашей истории, от нашей культуры, от литературы. Всё повинно выучаться в неком симбиозе. Каждый урок с Ольгой Валерьевной – это удивительное открытие, потому что она каждый раз придумывает для нас что-то новое. Один урок мы можем ставить в постановку, другой – разгадывать загадки, третий – собирать какие-либо пословицы, тем самым мы расширяем свой кругозор. Ольга Валерьевна не только хороший учитель белорусского языка и литературы, но также и очень хороший классный руководитель. Она всегда нам поможет, она всегда поддерживает в трудную минуту, и за помощью мы всегда можем обратиться к ней, потому что она наш хороший друг. На протяжении четырёх лет работы с каждым годом любовь детей к молодому учителю только возрастает. И это неудивительно. Она – наставник, друг и опора на будущие годы обучения. Её дети являются неоднократными призёрами не только районного конкурса «Дети творчества, интеллект, исследовательских работ», но также и республиканского конкурса от школьного проекта «Будущая карьера». Чем она отличается от других педагогов? Отличие её в том, что вот на её уроке воспитательная цель, а вы знаете, что у любого урока триединая цель – образовательная, развивающая и воспитательная. Вот именно воспитательная цель урока всегда проходит от начала урока до конца. Ольга Дейнека – неоднократная участница различных образовательных мероприятий. Она не обошла стороной областной конкурс «Молодой учитель Брещины», в котором багаж знаний, умений и навыков продемонстрировали представители городских и районных учреждений образования. Основным конкурсом – максимально подтримать профессийный рост молодого племени, наставников Брещины. А этой поддержки они ждут как в педагогических коллективах, так и в целом намаганиями всех работников адвокации в области. По-моему, без этой допомоги не обуходилось ни одно поколение молодых наставников. Тестирование, открытые уроки в незнакомом классе, а также монолог учителя о первых победах, радостях, неудачах. 21 конкурсант принял участие в педагогическом троеборье, которое заставило напрячься молодых специалистов. Это своего рода испытание, вызов, проверка качества, знаний своих, умений, чего я достиг за 5 лет, подведение какого-то определенного промежуточного итога своей работы. И просто было интересно посмотреть, на что способен. Все конкурсанты достойны, это конкурс очень высокого уровня. Ежегодно в систему образования города приходят 170-180 молодых специалистов. Все они трудоустраиваются в учреждения образования города, все они приобретают и на протяжении двух лет поддерживают этот статус молодых специалистов. Конечно, огромнейшую работу с молодыми специалистами проводят учебно-методические кабинеты двух районов, Ленинского и Московского районов. Это многие мероприятия, которые позволяют вовлечь их в преподавательскую среду, в учительскую среду и закрепиться в профессии. Дипломанты, лауреаты, а также победители всех конкурсных баталий, которые набрали наибольшее количество баллов, были награждены дипломами. А по итогу лучших молодых специалистов оказалось двое – Ольга Динека и Евгения Локун. Этих представительниц прекрасного пола можно по праву считать гордостью не только Брещины, но и Республики. Конкурс «Молодой учитель года» – это очень важное мероприятие, очень важное событие в нашей системе образования. Почему? Потому что если театр начинается с вешалки, то любая школа начинается с учителя. И очень важно, кто сегодня и завтра придет в школу. Очень важно определить ориентиры, очень важно задать самые высокие стандарты. И этот конкурс как раз помогает нам определить самые высокие планки, посмотреть, кто у нас им соответствует. Конечно же, их наградить, поощрить, выделить, но посмотреть, на каком уровне находятся сегодня молодые педагоги, чтобы знать, что делать дальше. А удастся ли наставниками в дальнейшем поддерживать высокую планку в развитии будущего поколения, зависит от их внутреннего желания и цели, которая была поставлена. Международный день семьи отметили в Бресте на этой неделе. Мероприятия, приуроченные к дате, пестрили своим разнообразием, но, пожалуй, самым главным событием стал республиканский конкурс «Семья года». Впрочем, слово «конкурс» к идее мероприятия не совсем подходит. Скорее, это инициатива с элементами соперничества, основная цель которого – повышение престижа многодетных семей и укрепление их единства. В областном этапе за звание «Лучшие ячейки общества Брестской области» боролись пять семей конкурсантов. Победа досталась сильнейшим. Наши корреспонденты решили познакомиться с победителями поближе и, надо сказать, вдохновились. Чем именно – узнаете прямо сейчас. Выступление этой супружеской пары на конкурсе «Семья года» смогло поразить всех членов жюри и зрителей. Как результат – уверенная победа и право представлять Брестскую область в финале республиканского этапа. Семья с очень доброй фамилией Кольтик родилась 14 лет назад. Именно столько их любовь правит бал. Быть многодетными родителями не планировали, но у судьбы на этот счет были свои планы. Когда первенцы забирали Бобу из роддома, мы забыли все свои вещи. Сумку забыли. Одна с вещами – сумка, а вторая была – пакет для ребенка, новорожденного. И вот говорят, где забудешь, там вернешься. Поэтому мы вернулись и два раза. Конечно, победа в конкурсе – факт и значимый, но главные слова родители услышат не по телевизору или со сцены, а за большим семейным столом. Кухонное закулисье. Сегодня здесь царит сладкий аромат выпечки и душистой сирени. Каждый день дружная семья собирается вместе на кухне, чтобы отведать фирменное блюдо – большую и безусловную любовь. Она покоряет с первого укуса. Семья котик делится рецептом. Все нужно делать с душой и любовью. Когда что-то не получается, нельзя допускать в своей речи такие слова, что вот из-за тебя у меня что-то не получилось, что-то я не успел. В бытовых даже вопросах каких-то. А вот что-то случается, надо подставить локоть и сказать – я с тобой. В этой семье все абсолютно разные. Хозяину дома Сергею по плечу даже самое сложное дело. Педагог по образованию и мама по призванию Натальи успевает все и вся. Вяжет, шьет, готовит, сочиняет. Заботу мамы хватает. Впрочем, как и мотивации. Именно мотивация мамы сыграла роль в рождении маленькой модницы. И сегодня уже помощница ее рождения. Все ждали с нетерпением. Машенька попросилась на свет 8 марта. Очень часто даже при посещении магазина отделы разделены на мужские и женские. Для мальчиков и для девочек. И я успела в ходе покупок добежать, посмотреть рюшечки, складочки, бантики, плюшечки, игрушечки, куколки. И, конечно, в семье с двумя мальчиками нам этого не хватало. Розового цвета, а не только синий цвет. В скуке и тишине в этой квартире точно поселиться негде. Двое сыновей и дочь удивляют родителей ежедневно. И каждый ребенок по-своему старше сын Вова, прекрасным знанием географии и любимым эксклюзивным хобби – конструированием бумажных самолетиков и танков. Пятилетний Андрюша – внимательным и чутким отношением к окружающим, маленькая принцесса Маша, ангельской красотой и характером. В этой семье дети не борются за мамино сердце, зная. Оно всегда открыто для каждого. Невероятно добрые и позитивные ребята и есть в кого. Мама у нас самая красивая и нежная. Папа учит хорошо себя вести, но тоже добрый. Машка у нас тоже красивая девочка, которая любит поиграться в куколки свои, в игрушки. Андрюша у нас такой быстрый. Хобби, традиции и таланты каждого дополняют друг друга. Они активно выступают за здоровый образ жизни, поэтому в их семье уже три поколения не курят. Есть еще одна отличная традиция – выбирать именно детям, основываясь на генеалогическое древо. Родители даже когда узнали, что Маша назовет, отец просто на взрыв разрыдался, хотя он такой взрослый достаточно человек, от которого слезы тяжело. Он узнал, что Машу назвали, разрыдался, потому что его маму звали Мария. Семья котик ассоциируется со словами «любовь, тепло и уют». И уют царит не только в квартире, придает красоту семейному гнездышку и то, что вокруг. Сергей и Наталья высадили вблизи дома Туи, поставили декоративные элементы, а еще поселили во дворе двух аистов. Потому что верят – это птицы миролюбия, предвестник счастья и благополучия. Италия и Словакия, Словения и Венгрия, Австрия и Чехия, а также Польша. Караван эстафеты «Огня пламя мира» путешествовал по разным уголкам нашей земли. По завершению зарубежного этапа прибыл в Беларусь. Город над Бугом стал первым в республике, которому выпала честь продолжить маршрут огненной эстафеты Вторых Европейских игр 2019 года. Организация и проведение масштабного соревнования в столице нашей республики является знаковым событием в спортивной жизни. В течение 10 дней с 21 по 30 июня спортсмены разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Юлия Селюк расскажет об эстафете «Огня пламя мира». Торжественная церемония по случаю прибытия эстафеты «Огня пламя мира» Вторых Европейских игр 2019 года состоялась на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Варшавский мост». Огненная эстафета стартовала 3 мая в Риме в сопровождении байкерского клуба, который уже преодолел большой путь через всю Европу – позади более 7 тысяч километров. Перед выездом мы очень четко понимали, что задача, которая стоит перед нами, она достаточно непростая. В качестве цели, которую ставили ребята для себя, нашим клубом, это была, конечно же, популяризация самих европейских игр. Встречали нас везде очень тепло и к нашему большому счастью, наверное, можно сделать вывод и поделиться тем, что практически все европейские партнеры, все европейские страны, «Они знают нашу страну как самую красивую, как самую миролюбивую в Европе». Проведение вторых Европейских игр 2019 года – знаменательное, масштабное и поистине историческое событие для нашей страны. Достойно организовать соревнования, также представить участникам и гостям. Весь белорусский колорит – основная задача организаторов. У эстафеты важная миссия – объединить всех жителей страны и показать, что спорт – залог процветания любой страны. Мы готовимся к тому, чтобы вся инфраструктура, все те службы, которые задействованы, они действительно слаженно, эффективно функционировали. И мы показали нашу страну во всей ее красе, гостеприимстве. Наша национальная белорусская кухня должна удивить, чтобы иностранные гости, которые приедут с Европы, им еще больше и больше хотелось сюда вернуться к нам в страну. У нас огромный туристический потенциал. Ну и мы надеемся, что все то, что мы делаем, это для нас огромная школа. Я имею в виду и для спортивных наших объектов. Это дополнительный стимул, дополнительный экзамен продемонстрировать лучшие свои возможности. Факелоносцы у белой молнии нашей страны. Юлии Нестеренко выпала честь первой пронести зажженный факел эстафеты вторых европейских игр. Начиная со стен Брестской крепости, был дан старт маршруту движения по центральным и значимым улицам областного центра, чтобы привлечь внимание жителей к мультиспортивному форуму. Город Брест первым принимает огонь, который символизирует собой не войну и разрушение, а мир и созидание. Для нас, города, который празднует в этом году тысячелетия, это особая честь. Желаю организаторам европейских игр удачи, белорусским спортсменам только побед. Ярко, насыщенно и незабываемо. Только такую характеристику можно дать первому дню белорусского этапа эстафеты, в котором приняли участие звезды белорусско-российской эстрады и олимпийские чемпионы. Незабываемые минуты останутся в их памяти навсегда. В завершении дня праздничный концерт на Центральной площади. Я уверен, что вторые европейские игры дадут нам возможность вспомнить, какая страна у нас есть, какая у нас она цветущая и процветающая. И уверен, что вот эти вторые европейские игры для всех нас оставят свой положительный отпечаток. Пройдя по территории семи стран, пламя мира объединило людей разных национальностей и возрастов с желанием укреплять мир, дружбу и взаимопонимание. Второй день культурно-развлекательной программы эстафеты огня «Пламя мира» оказался не менее насыщенным и продуктивным. Факелоносцам был предложен интересный маршрут. Современное спортивное сооружение – Брестский областной центр Олимпийского резерва по гребле, конно-спортивный центр унитарной предприятий «Гефесттехника», а также территория Брестского государственного технического университета. На вторых европейских играх я буду представлять нашу страну в гребле на байдарках Каноя на дистанции тысячи метров и пять тысяч метров, где буду в максимальной форме и с таким эмоциональным подъемом, как сейчас. Всем детям, которые занимаются спортом, желаю веры в себя, больших спортивных результатов. Очень приятно и волнительно одновременно, что я у себя на Брещене нахожусь, на родной области и именно одним из первых держу в руках победный огонь. На европейских играх я буду болеть за наших спортсменов, вне зависимости в каких дисциплинах, я желаю нам боевого духа, я желаю побед и новых, таких же грандиозных, масштабных событий, чтобы наша страна принимала гораздо больше. Вторые европейские игры 2019, которые будут проходить в городе Минске в течение 10 дней, на 12 спортивных объектах уже не за горами. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Болеем за наших! Это были итоги недели на Бук ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40 и 22.50 утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни мая. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 19-20 мая большая часть республики останется в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в теплой воздушной массе. Лишь в юго-западных районах сохранится влияние малоподвижной фронтальной системы. 19 мая в Бресте пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 16-18, максимальная днем 22 градуса. Начало рабочей недели в Бресте будет дождливым. Ветер юго-восточный, умеренный ночью, днем сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 16-18 градусов тепла, максимальная днем 26, со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова